Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем изучение псалтири. И сегодня мы будем читать 33-й псалом, который имеет надписание в Септуагинтии по-славянски Псалом Давида, когда он изменил лице свое пред Авимелехом, и тот отпустил его, и он ушел. О чем это? Дословный перевод с еврейского от Давида, когда он свой лад изменил пред Авимелехом. Что значит лад? То есть, как говорят, что-то ты другую песенку запел. Что имеется в виду? В каком смысле он изменил лицо свое? Давид, находясь среди филистимлян, он стал прикидываться помешанным, чтобы они не придавали значения его прошлым подвигам, и он мог бы спокойно от них уйти. А Авимелех, это имя мы встречаем в связи с Авраамом, когда он был в земле филистимской, и в связи с Исааком, когда он тоже был в земле филистимской, имеется в виду не собственное имя, а как бы наименование правителя. Авимелех переводится как «отец царь», как вот о Сталине говорили, «отец народов», «отец народа». И вот филистимляне, они тоже гордились своим правителем, они говорили, «ави», то есть «отец», «мелех царь», «ави мелех». А Псалом Давида, когда он изменил лице свое, то есть как бы заиграл другую мелодию, по-еврейски «лат» изменил, пред Авимелехом, и тот отпустил его, и он ушел. То есть тот не придал ему никакого значения. То есть Авимелех было общее название царей филистимских, ну как у египтян там фараон, каждый правитель назывался фараоном. Это была опасная ситуация, потому что Авимелех мог и не отпустить Давида, он мог его убить. Если Давид стал пускать слюни по бороде, стал чертить на стене, но не будут даваться детали. Итак, этот Псалом был составлен в очень сложных обстоятельствах. «Буду прославлять Господа во всякое время. Хвала Ему всегда на устах моих. Господом будет хвалиться душа моя, да услышат кроткие и возвеселятся». То есть Давид начал юродствовать, обезумствовать перед Авимелехом, и вот благодаря этому он обретает свободу. И вот то, что он говорит, что он будет прославлять Господа во всякое время, он имеет в виду, что времена бывают благополучные, бывают времена тяжелые, но во всякое время мы должны благословлять Господа, прославлять Его, то есть за все благодарить. «Господом будет хвалиться душа моя, да услышат кроткие и возвеселятся». То есть кроткие – это те, которые не хвалятся и не веселятся по поводу самих себя, их хвала и веселье о Господе. «Величайте Господа со мною». Давид как бы приглашает и нас войти в эту радость. «И все вместе превознесем имя Его». С греческого получится «соборно», «сообща», «единодушно», «единогласно». «И все вместе соборно превознесем имя Его». «Я взыскал Господа». Здесь уже личное ощущение Давида. Такие личные интонации. «Я взыскал Господа, и Он услышал меня, и от всех скорбей моих избавил меня». С одной стороны, Он всех призывает как бы к единодушию, в прославлении Бога, а здесь свидетельствует, что это очень правильное решение прославлять Бога, потому что когда Он взыскал Господа, Господь его услышал. «И от всех скорбей, то есть от тяжелых обстоятельств, избавил Его». «Приступите к Нему и просветитесь, и лица ваши не постыдятся». Что значит «приступите к Нему и просветитесь». Бог и есть свет. И приближаясь к этому свету божественному, мы сами просвещаемся этим светом. Как Христос говорил иудеям, «Вы не идете ко Мне, потому что я из света, вы во тьме ходите, а во свете обнаружатся ваши дела». Давид, наоборот, призывает, «приступите к Нему и просветитесь, и лица ваши не постыдятся». То есть лицо не переживет состояние стыда, то есть вы не будете краснеть, перед Богом, если вы придете к Нему, и перед людьми вы не будете краснеть, потому что то, что мы получаем в Боге, делает нас, с одной стороны, праведными и благочестивыми, с другой стороны, людьми полезными для этого мира, потому что значение христиан в этом мире осолять этот мир, то есть предохранять от гниения. А Христос говорит, «Вы есть свет мира», потому что мы объяты светом божественным, и этот свет проявляется уже через нас, по отношению к людям мира, которые не способны общаться с Богом, что называется, напрямую. Они боятся войти в свет божественного откровения, чтобы их грешные дела не обнаружились. «Сей нищий возвал!» Афанасий Великий и Феодорит Кирский настаивают на том, что под этим нищим Давид разумеет самого себя. «Сей нищий возвал, и Господь услышал его, и от всех скорбей его избавил его». А какой же он был нищий? В то время действительно он был гоним, в то время он скрывался у филистимлян, почему? Потому что надо было выжить, его преследовал, его собственный царь Саул. И восьмой стих «Ополчится ангел Господен вокруг боящихся его и избавит их». То есть говорится об ангеле, который ополчится вокруг боящихся Господа и избавит их. Давайте посмотрим, как это звучит. «От Давида, когда он свой лад изменил перед Авимелехом, и тот его прогнал, и он ушел, благословлять буду Господа во всякую пору, всегда ему хвала у меня на устах. В Господе себя восхваляет душа моя, услышу смиренно и возрадуется, возвеличьте Господа со мною, и будем превозносить его имя вместе. Я вопрошал Господа, и он мне ответил, и от всех моих страхов он избавил меня. Пусть взор к нему обратят и ринутся, их лица не будут посрамлены. Вот бедный возвал, и Господь услышал, и от всех его притеснителей он его спас. Станом ангел Господен стоит вокруг его Господа боящихся и позволяет их. Здесь красивое выражение, что мы должны ринуться навстречу к нашему избавителю, к Господу, чтобы он обеспечил защиту нам через своих ангелов. «Вкусите и увидите, как благ Господь». Феодорит Кирский предлагает такое прочтение. «Опытно познайте, опытно познайте, вкусите и увидите, как благ Господь». То есть опытно убедитесь по Феодориту Кирскому. «Блажен муж, уповающий на него». То есть счастлив тот, который пошел этим путем. «Бойтесь Господа все святые его, ибо нет недостатка у боящихся Господа». То есть страх пред Богом не должны терять даже святые, потому что Господь даже в ангелах сказано усматривать недостатки, тем более в людях. «Богатые обнищали», то есть богатые не в Боге, который богатели, а в земных каких-то благах. «Богатые обнищали и взалкали, а ищущие Господа не будут лишены никакого блага». Что значит «никакого блага»? «Ни земного, ни небесного». Как сказано «ищите прежде всего Царствия небесного и славу его, а остальное все приложится». Остальное все приложится. То есть Господь не лишит никакого блага ищущих его. «Придите, чадо, послушайте меня, страху Господню научу вас. Кто любит жизнь, хочет видеть добрые дни, удержи язык твой от зла и уста твои от лукавых слов». То есть если мы контролируем свою речь и уста свои сдерживаем от лукавых слов, то Божье благословение будем иметь уже в этой жизни. «Уклоняйся от зла и делай добро, ищи мира и стремись к нему». То есть не ходи путями агрессоров, которые ищут военных конфликтов с соседями, а надо искать мира и стремиться к миру. Конечно, прежде всего имеется в виду мир с Богом, который мы обретаем в Сыне Божьем, Господе Иисусе Христе. Он и есть мир наш, то есть он источник примирения. «Очи Господа опрещены к праведным, и уши его к молитве их». То есть Господь смотрит на праведных, и Он слушает их молитвы. Это антропоморфизмы, как бы переносится на Господа, то, что связано с человеком, возможность там видеть, слышать. Господь объемлет без всякого слухового аппарата, без всяких зрачков, все и вся. «Лице же Господне против делающих зло, чтобы истребить их с земли память о них». То есть Господь не оставит даже память об этих людях. Ну где тот же Никита Сергеевич Хрущев, который обещал показать по телевизору последнего священника? Когда были эти полеты в космос, он думал, что все там летали, никого не нашли, теперь все станут атеистами. Да уже молодежь не знает, кто такой Никита Сергеевич Хрущев. Спросите, они не смогут даже вспомнить, что такой человек когда-то существовал. То есть память их погибает вместе с ними, с нечестивыми, они умирают, и память о них умирает. «Воззвали праведные, и Господь услышал их и от всех скорбей избавил их». Действительно, когда мы были под игом гос-атеизма в советские времена, мы взывали к Господу, чтобы Господь избавил нас от гос-атеизма, от этой политики воинствующего безбожия, и Господь помог. Близок Господь к сокрушенным сердцем и смиренных духом спасет. Сокрушенное сердце – это когда человек переживает разочарование в себе, он не претендует ни на что. Это высший тип смирения. Много скорбей у праведных. По-славянски – праведным, дательный падеж. И здесь как бы есть свой смысл. Много скорбей у праведных. Предлагается такое решение Юнгеровым. «Но от всех их Господь избавит их». И окончание этого псалма «Господь хранит все кости их, ни одна из них не сокрушится». То есть это как бы символ такой спокойной и благополучной жизни в противоположность нечестивым, которых кости потрясены, сокрушены, рассыпаны. Вот это мы видим в псалмах. Также сказано «высохли кости». Это 101-й псалом, 4-й, 6-й стих. «Одрехлели» – 31-й псалом, 3-й стих. А в противоположности нечестивых, здесь все иначе. «Господь хранит все кости их, и ни одна из них не сокрушится». «Смерть грешников бедственна». Нам более привычно люта. Это по-славянски. «Смерть грешников люта, и ненавидящие праведного погрешат». А септуагинты, вот Юнгеров переводит, «смерть грешников бедственна, и ненавидящие праведного погрешат». А в каком смысле смерть грешника люта? Все мы помним притчу о неразумном богаче, который собрал большой урожай, и вместо того, чтобы отблагодарить Бога, и помочь людям отделить десятую часть от урожая, он пошел другим путем. Он сделал огромный амбар, туда все собрал, и сказал сам себе, «Душа, ешь, пей, веселись, на многие годы у тебя все есть». А Господь ему говорит, «Безумный, в эту же ночь душу твою, по-славянски, и ждену». В сенадальном переводе там, ну, такой неяркий глагол, там, «заберу», там, «возьму твою душу». А по-славянски «и ждену». Это как вот скелет выдергивать из тела. Поэтому смерть грешника действительно люта. Люта. А смерть праведного, она спокойная, тихая. Почему смерть грешника люта? Он очень привязан ко всему земному, как костяк, скелет наш. Он так связан с нашей плотянностью, что если его выдирать, он с трудом будет выходить из нашего тела. Если вообще-то такое возможно. И в противоположность нечестивым избавит Господь души рабов своих и не погрешат все уповающие на него. Что значит «не погрешат»? Имеется в виду, как бы не достигая Бога, еще в этой жизни они будут чувствовать поддержку Бога. И они не погрешат в своих поступках, в своих деяниях, в том смысле, что Господь, хотя и невидимым образом, но будет управлять ими, направлять их туда, куда надо следовать. То есть стезею закона. «Избавит Господь души рабов своих и не погрешат все уповающие на него». То есть не погрешат, можно понять, и не ошибутся, и не разочаруются все уповающие на него. И по-славянски это звучит «избавь Господь души раб своих и не прегрешат все уповающие на него». И так усилим в себе упование на Господа, к чему нас призывает псалмопевец Давид почти в каждом псалме, чтобы наша надежда на Создателя, она нас не постижала. О христианской надежде так и сказано. Мы спасены в надежде, а надежда не постижает. Надежда – это высшая форма. Упование на Бога – это одна из трех теологических добродетелей между верой и любовью. Поэтому проявим упование, христианской надежды на Создателя, и это приведет нас к любви. А надежда возникает в нашей жизни от веры. Мы уверовали в того, на кого стоит надеяться. Продолжение следует...